Всем привет. Меня зовут Дима Робер и не сильно пока влияет их достаточно мало, но надеюсь мы доживем до того момента, когда их будет много и они повлияют на индустрию так сильно, чтобы мы поменяли, в том числе клиентский прайсинг. Спасибо. Тебе слово. Всем привет, еще раз. Меня зовут Дима. Да, я руководитель группы аналитики эффективности в Яндексе ЕДЕ. Я сейчас буду достаточно долго вам рассказывать, что это значит, но для начала давайте небольшой вопрос, а кто пользуется в принципе едой или аналогичным приложением? Ура, круто. Это сильно упростить сейчас рассказ, что такое эффективность. Ну, не секрет, у нас маркетплейс трехсторонний, у нас рестораны, курьеры, у нас есть, собственно, наш сервис и клиент. Типа, ну, собственно, команда аналитики эффективности пытается сделать так, чтобы все это работало достаточно эффективно с точки зрения и бизнесовых метрик, там, например, чтобы всегда вам доставляли вовремя качество, но, типа, не опаздывали, не отменяли, ну, или там минимальный процент кейса, вот такое только было. И эффективно с точки зрения, типа, бизнеса, мы все-таки делаем бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги, вот мы пытаемся в том числе оптимизировать итоговую прибыль всей компании. Ну, и делаем мы это с точки зрения эффективности благодаря каким-то алгоритмам. Ну, алгоритмов у нас достаточно много, но вот давайте очень-очень коротко, типа, представим, сейчас вот многие пользуются таким приложением, вот вы заходите в приложение, и что вы видите? Да, вы видите какие-то клиенты, отработку клиентских алгоритмов, там, например, ранжирование ресторанов, но потом вы заходите в конкретное меню ресторана и видите уже там стоимость доставки. Это работает алгоритм эффективности клиентского ценообразования, и вообще-то он двух типов бывает, это базовая стоимость доставки, и наверняка вы встречали суржовую, это когда фиолетовые цены, когда курьеров в округе не хватает, мы должны как-то адаптироваться, и мы адаптируемся в том числе при помощи стоимости доставки. Мы в текущий весь рассказ посвятим первому алгоритму, второй чуть останется в стороне. Вот вы пробиваетесь к подсвятке алгоритмы, делаете заказ, и работает следующий алгоритм назначения конкретного курьера, который понесет именно ваш заказ. Там алгоритм диспатча, вот мы его тоже настраиваем, там тоже есть сложности, почему он должен работать так, а не иначе, и вот курьер доставил заказ, нужно по-хорошему ему выплатить за труд. У нас работает отдельный алгоритм по курьерской мотивации, мы там просчитываем, как, собственно, хорошо мотивировать курьеров, какие справедливые выплаты он должен получить в том или ином регионе, в зависимости от сложности работы. Ну и, в принципе, мы все тут обошли, что прежде чем вы зашли приложение, мы вообще-то наняли курьеров и вывели их на линию. В общем, все вот этими алгоритмами занимается моя команда, и вот один из алгоритмов — это клиентское ценообразование, о котором мы поговорим. А почему я рассказываю? Тут уже до обеда было очень принято говорить, сколько лет в компании находится спикер. Я вот три с половиной года нахожусь, и вот в феврале, как только я пришел, мы начали экспериментировать со стоимостью доставки. Я вот исторически был на этом проекте типа аналитиком, потом уже как Team Lead принимал участие, типа Team Lead аналитики. Ну, в общем, что-то-то могу вам порассказывать. Но ценообразование, к сожалению, достаточно сложная тема, она достаточно закрытая даже внутри компании, не говоря уже о том, чтобы вовне достаточно детально что-то рассказывать. Тем не менее, типа какие-то части, какие-то общие моменты, типа я могу осветить, типа мы вначале поговорим о принципах, в принципе о принципах. Мы поговорим о принципах ценообразования, типа как понять, что ценообразование хорошее, мы поговорим на основании каких идей, каких базовых гипотез можно там генерировать идеи, на основании которых можно потом двигать клиентское ценообразование и изменять этот алгоритм. Я вам расскажу, как мы меняли ценообразование в еде за все эти три с половиной года. Я вам расскажу, какой большой челлендж нам предстоит в будущем, как идеи все сошлись в одно место в текущий день, и как мы работаем сейчас над этим проектом. Ну и подытожим какими-то выводами. Давайте начнем в начале с принципов ценообразования. Ну, отсюда вопрос, самый-самый первый, о принципе зачем нужно клиентское ценообразование в любом бизнесе. Вот давайте конкретно про еду поговорим. Ну, самое первое, что приходит в голову, вообще-то мы тут делаем бизнес, а значит мы оптимизируем всегда суммарную прибыль. И вообще-то ценообразование это один из первых инструментов, которые приходят в голову, когда мы говорим о том, что надо оптимизировать прибыль. И можно представить такой мысленный, вот на графике мысленный эксперимент, типа давайте вот, как будто мы сейчас находимся в точке 0.0, и попытаемся представить, что будет у нас суммарная прибыль, если мы изменим, например, стоимость доставки в среднем по системе на 10%, или на 15%, или на 20%, или наоборот снизим на 5%. Можем построить, типа, там, благодаря каким-то знаниям, типа, балластичности спроса по цене, благодаря каким-то накопленным экспериментам, можем построить какую-то зависимость изменения стоимости доставки, точнее изменения прибыли от изменения стоимости доставки, и выбрать тут, например, максимум, и это, собственно, есть одна из задач команды ценообразования, всегда находить оптимумы суммарной прибыли, исходя из текущих бизнес-задач. Но вообще-то такую функцию достаточно сложно восстановить, ее сложно восстановить, например, там, на горизонте двух лет. То есть ее хорошо восстанавливать в моменте, мы достаточно точно можем замерить, типа, эластичность просто по цене вот прямо сейчас. Например, если взять эту аудиторию и вам, типа, придумать какие-то алгоритмы клиентского ценообразования, то можно достаточно точно оценить, кто из вас согласится на ту или иную цену, а кто нет, типа, и так вот оценить, типа, и соптимизировать, исходя из наших требований, стоимость доставки. Но не факт, что, когда мы говорим, там, например, о той же аудитории, но на горизонте двух лет, вот если мы вам каждый день будем показывать, там, какие-то цены, типа, нам нужно достаточно точно, мы не сможем достаточно точно дать какие-то оценки, типа, долгосрочные, и поэтому вообще-то, типа, у нас возникает, типа, вторая цель, это в моменте управлять трейд-оффом прибыль на заказ versus число заказов. Самый простой пример, который приходит, это, например, когда мы открываем новый регион, не факт, что вот у нас, например, холодный старт, типа, такие термины уже звучали, мы там не знаем текучую эластичность в этом регионе, и вообще-то, типа, когда мы открываем новый регион, хорошо бы туда какую-то, там, с минимальной стоимостью доставки выходить, или вообще бесплатно, чтобы раскачать сервис, типа, набрать нужную необходимую плотность для маркетплейса и так далее, не факт, что вот эта вся математика, о которой мы говорим в первом пункте, она подходит, а вот трейд-офф, количество заказов, прибыльный заказ, она уже подходит. Ну и вообще-то мы прайсингом всегда пытаемся максимизировать LTV пользователя, это lifetime value, всю сумму денег, весь вот этот мешочек, который конкретный пользователь принес за всю жизнь, свою на сервисе, это какая-то третья прибыль, и исходя из этого, на самом деле, если долго посмотреть, то можешь сформулировать три принципа, на основании которых мы управляли, изменяли алгоритм, там, в основе всего первый принцип выравнивания заказов по прибыли, это самое первое, что приходит в голову, если вот, предположим, типа, у вас есть очень убыточные заказы, типа, ну вот, если можно разложить юнит экономики до конкретного заказа, то вот, например, у вас есть очень убыточные заказы или очень прибыльные заказы, строго говоря, это не очень хорошо, лучше, чтобы они стремились всегда к средней прибыли на заказ, какой-то, собственно, таргетный, типа, за этим есть какая-то логика, мы в дальнейшем рассмотрим конкретные примеры, и там уже поговорим, типа, как эта логика работает. Второй принцип, типа, не связанный с первым, это эластичность спроса по цене, ну, например, самый простой вариант, типа, в разных регионах у нас может быть разная эластичность спроса по цене, поэтому и стоимость заставки должна быть разная, чтобы удовлетворять требованиям, которые мы заявили на предыдущем слайде. Мы тоже рассмотрим, типа, конкретный пример, как это может быть. Ну, и третий принцип, вообще-то, мы тут за LTV-пользователи же боремся, типа, у нас всегда есть там, например, бренды или места, которые привлекают новичков, у нас есть всегда, ну, и, в принципе, стоимость заставки, типа, влияет в том числе и прямо математически на LTV. В общем, надо всегда помнить еще в лонг-ране не только моменте настраивать, но и долгосрочно понимать, как ведется LTV-пользователь. Вот, давайте теперь поговорим об истории ценообразования. Вот так случилось, ну, конкретно в Яндексе Идея. Вот так случилось, что всеми тремя принципами мы занимались, и занимались достаточно последовательно. В 2019 году, когда только проект стартанул, когда мы только начали экспериментировать с платной стоимостью доставки и собирали базовую механику расчета стоимости, мы использовали самый первый принцип. Мы пытались найти самые большие неэффективности, самые большие расхождения от среднего, и попытались их поубирать. В 2020 году мы достаточно хорошо потянули инфраструктуру и были способны делать замеры эластичности и применяли новые знания об эластичности в нашей формуле. А в 2021 году мы придумали фичу, типа скидка на первый заказ. Кто не пользовался Яндекс.Идой в этом приложении, можете зарегистрироваться, у вас будет первая доставка бесплатно. Можете попробовать. И за этим тоже идет какая-то история, почему вот на первый, почему именно бесплатно и всякие нюансы. Вот давайте начнем, там, 19-й год. Я не все буду рассказывать, типа я приведу по одному или по двум примерам, типа за каждый год. Но вот давайте три крупных изменения было, что вот мы начали, в принципе, экспериментировать, что мы с доставки до этого не экспериментировали, до этого не меняли. Мы ввели разные треш-холды в зависимости от размера корзины, и мы сейчас углубимся в эту тему. Поэтому вы можете зайти в приложение и увидеть, что в зависимости от величины корзины, которую вы набираете, то есть количество продуктов, товаров, которые вы заказываете, будет разная стоимость доставки. И мы, например, учили расстояние до клиента в стоимости доставки, от ресторана до клиента. А теперь давайте в каждом пункте углубимся. Типа, ну, первый, понятно, начали экспериментировать, вот давайте второй. Мы ввели в расчет стоимости доставки зависимость стоимости доставки от корзины. И ввели пока очень просто, типа, во-первых, надо разобраться, типа, давайте, мы смотрим на наш принцип, что мы боремся с большим отклонением от средней какой-то прибыльности на заказ. Нам надо вначале идентифицировать, а где у нас достаточно убыточные заказы, ну, или, точнее, давай скажем, невыгодные, а где сильно-сильно выгодные. И самое простое, типа, вообще-то у нас есть выручка Яндекс.ИДы складывается в том числе и из комиссии, которую мы получаем с ресторана. Обычно это какая-то там доля от среднего чека. Соответственно, если чек низкий, то и комиссию, то есть выручку, которую мы получаем на заказ, она будет маленькая. Если чек огромный, то комиссия будет тоже большая. И вот если у нас стоимость заставки, типа, везде, например, константная, везде одинаковая, то самое простое, как можно найти, типа, неоптимальность, это на низких чеках, типа, у нас будет, они нам будут менее выгодные заказы, а на высоких чеках, наоборот, очень выгодные. И нам бы поправить этот дисбаланс. И таким образом мы придем к картине, что у нас же спрос отреагирует на изменение стоимости доставки. И у нас после изменения, в теории, на низких чеках заказов станет меньше, а те, которые останутся, станут более приближены к среднему. И то же самое на другом конце. Если мы на дорогие заказы сделаем бесплатную доставку, их в теории станет больше, потому что спрос отреагирует, он эластичен по цене. И таких заказов станет больше. И это, в общем, хорошо. Это значит, что, типа, в среднем мы можем вырасти. В общем, вот придумали такую механику. На скрине очень условно, для какого-то ресторана, вот показано, как это работает, что вот до 500 рублей у нас стоимость заставки выше от 2000 бесплатно. И к чему мы это пришли? Давайте рассмотрим. Вот мы вели пороги повышенной цены. И первое, самое очевидное, мы получили переток заказа в более высокие чеки. Вот на графике изображено тут отсутствие оси, но по X это размер чека, точнее, значение осей. По X это размер чека, то есть слева маленькие чеки, справа большие. А по Y это доля заказов. Синенькая это до трешхолда. Видно, что это смещено относительно пунктирной линии, которую отображает трешхолд. А оранжевая линия после трешхолда. Видно, что у нас произошло смещение чеков. Оранжевая линия лежит правее, чем синенькая. И это характеризует то, что у нас часть заказа притекли в большие чеки. Это хорошо. На тех заказах, которые все-таки остались до трешхолда, мы улучшили экономику, приблизили ее к среднему. Это тоже хорошо. Да, конечно, часть заказа потеряли, но эта доля была небольшой. Это какой-то пример хорошего изменения достаточно, потому что мы поборолись и с плохими явлениями сделали хорошее явление, типа бесплатной доставки на большие чеки. И при этом мы не отказали пользователям ни в какой услуге, мы не заставили их что-то делать. Мы, наоборот, подтолкнулись, сделали какой-то стимул к изменению польского поведения. Поэтому это хорошее решение было. Второе решение – это было учли расстояние до клиента. Мы вообще-то курьером, ну, справедливо курьером платить за пройденный километраж. Чем больше курьер проходит, тем больше он должен получать. Поэтому в ставках курьерских учитывается выплаты за пройденный километраж от ресторана до клиента, ну, в том числе. И вообще-то получается, что если у вас стоимость заставки константная, тоже не учитывает расстояние, то у вас близкие заказы к ресторанам становятся очень выше среднего, а далекие ниже среднего. И тоже возникает ровно такая же ситуация, что вам выгоднее учесть стоимость заставки и сделать больше баланс между заказами. Ну, собственно, это учли, очень схематично тут изображено. В жизни мы считаем непрерывно, но идея в том, что вот условно в среднем радиус доставки от ресторана на схеме 3 километра, ну и, соответственно, мы относительно цен в ближайшем километре снизили, во втором километре оставили такой же, а в третьем увеличили, вот схематично вот такое движение сделали, вот это получили. Ну и вообще это типа вот на основании там 19-го года вот можно сформулировать некоторую формулу, ну прям формулу я не буду показывать на слайде, но вот от чего она зависит. Она, конечно же, зависит от региона, просто потому что там косты или бизнес-цели в разных регионах разные. И мы вот сформулировали, зависит от удаленности от ресторана до клиента и зависит от размера чека, причем это условие, это просто по условию бинарному, типа вот в зависимости от корзины, типа что-то прибавляется или вычитается. Вот 20-й год, типа мы в 19-м году оставили наш предыдущий принцип, теперь 20-й год мы говорим об эластичности. Почему принцип эластичности нам важна? Типа давайте вначале об этом поговорим. Предположим, у нас идеально отранжированные заказы, ну все заказы, типа равны, нет выпирающих, типа более выгодных, менее выгодных, типа все, мы первые принципы жили, никаких идей найти не можем. Вопрос, почему эластичность для нас важна? И вернемся к такому же графику. Давайте предположим, что мы в каком-то городе, мы все там оптимизировали, все прибыль, типа все, вот мы вот это прошли, но мы там, например, использовали знания об эластичности в среднем на систему. Вот предположим, что мы там, например, элементарная эластичность может разниться по тем же регионам, мы замедлили эластичность в каждом регионе и поняли, что у нас есть регионы там с высокой эластичностью и с низкой эластичностью. Я не буду вдаваться подробностью, что это такое высокая и низкая, но типа давайте друг относительно друга. И даже при прочих равных, если вот все одинаковое в этих регионах, но разница эластичность, Получается такая ситуация, что в регионах с высокой эластичностью оптимум прибыли лежит там слева, то есть говорит о том, что надо изменить вниз стоимость доставки. А в случае низкой эластичности наоборот. Вот хорошо бы эти знания использовать в расчете стоимости доставки, собственно, не углубляясь опять же в детали, типа давайте вот мы нашу формулу поменяли и теперь начали учитывать в том числе и это. Все, вот мы прошли второй принцип. Теперь принцип номер три, а в принципе мы тут LTV-пользователи растим. А что это такое? Давайте проговорим, что мы там начали много экспериментов, мы начали относиться к стоимости доставки как к инструментам привлечения или удержания пользователей. Ну то есть, например, мы начали эксперименты на новичков, подбирать формулу, как им дать какую скидку на стоимость доставки, чтобы это было оптимально, чтобы мы как раз таки максимизировали суммарные LTV-пользователи, которые к нам приходят. В итоге, после кучи экспериментов, мы пришли к тому, что мы остановились на просто обновлении стоимости доставки при, например, первом заказе. И опять же, вы все можете это увидеть. Ну и опять же, в нашу формулу мы ее добогатили. Теперь она зависела от четырех переменных, теперь она зависит еще от одного, от величины скидки на первый заказ, который мы хотим дать. И вот наступил 22-й год. Мы сейчас пробежались по всем трем принципам, и вообще-то каждый год, как будто независимо друг от друга, мы смотрели на какие-то свои штуки. Это частично правда, то есть мы не пересекали принципы воедино и не связывали. И вот в 22-м году мы придумали непрерывную стоимость заставки, что это такое. Мы специально рассмотрели механизм треш-холдов достаточно подробно, и там изменение стоимости доставки от величины корзины было по условию. Типа перешагнул 500 рублей, значит изменилась стоимость заставки. Перешагнул 2000 рублей, там обнулилось. А непрерывная стоимость заставки, это когда не происходит вот этих самых треш-холдов, и стоимость заставки пересчитывается каждый раз, когда меняется величина корзины. Бургер докинули, стало дешевле. Там убрали напиток, стало наоборот, вернулось, стало дороже. Вот базовая механика такая. И как это выглядит с точки зрения тометик? Ну вот вообще-то мы пришли к тому, что вот такое маленькое изменение в прайсинге, оно неожиданно объединяет все три принципа. Мы сейчас разберем почему. Но вначале давайте разберем вот этот график, который изображен справа. Желтенькая линия – это прибыль, условная прибыль на заказ при старой системе до непрерывной стоимости доставки. По X – это чек, а по Y – это, собственно, величина прибыли. На верхнем графике белая линия – это условно средняя, а точнее стоимость доставки там условно при непрерывном прайсинге. Снизу распределение просто заказов для наглядности, что вот около треш-холдов формируется достаточно много заказов. А теперь давайте рассмотрим с точки зрения каждого принципа, типа, что мы видим на графике. Вот с точки зрения выравнивания прибыли на заказ, что мы видим? Что у нас сразу после треш-холда, вот на этом графике, типа, от 500 рублей, концентрируется много заказов, первое. И второе – они ниже, чем средняя. Средняя – это белая линия, желтая ниже среднего. Соответственно, у нас возникает, как раз, дисбаланс, который мы боролись в 2019 году. А вообще-то, типа, у двух, там, с половиной тысяч рублей, типа, дисбаланс в обратную сторону, очень много, очень желтая линия выше белой, и это тоже нехорошо. Вот мы разбирали на примере тех изменений, типа, почему это плохо. С точки зрения эластичности давайте тоже посмотрим. Типа, вообще-то, вот мы применяли знание об эластичности, как-то улучшали его, но мы не смотрели до этого, что эластичность от чека тоже зависит. Ну, то есть, в теории, при большем чеке, типа, может наблюдаться ниже эластичность, а при низком чеке больше эластичность. И LTV-пользователя то же самое. Типа, вообще-то, чем больше чек, мы уже обговаривали, что влияет на выручку бизнеса. Чем выше чек, тем выше потенциально дальнейшее LTV-пользователя, тем больше он нам принесет за всю свою жизнь прибыли. И вот если посмотреть на это все, то вот оказывается такое маленькое изменение, все эти принципы воедино и объединяет, но эти принципы начинают конфликтовать с друг другом. Типа, в целом они попарно друг с другом конфликтуют, и вообще все интересно в жизни, но давайте рассмотрим один конфликт. Это принцип эластичности и принцип LTV-пользователя. То есть, в целом, если бы мы, например, рисовали непрерывную стоимость доставки, она на графике изображена справа, где по X размер чека, это условное изображение, не фактическое, а по Y там стоимость доставки. Если бы мы смотрели только на принцип эластичности, мы бы очень хотели на низкие заказы стоимость доставки поднять, а на высокие заказы снизить. И наоборот, если бы мы смотрели на только LTV-пользователя, то мы бы… Тут немножко перепутано, простите, надписи. Тут оранжевая линия должна характеризовать принцип LTV, что мы хотим большие заказы, максимально им снижать стоимость заставки, а на принцип эластичности – это оранжевая линия, мы бы… Да, принцип эластичности – это оранжевая, это синяя линия, мы бы хотели, наоборот, при очень больших чеках, так как они менее эластичны, на них поставить большую стоимость доставки. И в итоге у нас есть две линии, они достаточно сильно друг другу противоречат, и вот надо по-хорошему находить балансы и рисовать истинную линию, как там стоимость заставки должна жить в идеале, типа от размера чека, чтобы компенсировать все конфликты, которые возникают между принципами. Вот, собственно, этим прямо сейчас мы и занимаемся, придумываем, типа нам уже не хватает текущей команды для того, чтобы отвечать на все вопросы, которые перед нами есть. Но, тем не менее, вот мы на этом этапе развития, если раньше мы шли, типа, постепенно, применяя новые и новые принципы, то теперь мы пытаемся между ними найти конфликты, и разрешить их. Ну, и опять же, адаптировали формулу, в чьи те же пять компонентов остались, но теперь одна компонента зависит от верления человека непрерывно. Ну, и выводы очень коротко давайте проговорим, что, ну, вообще-то я рассказал о пяти разных механиках, и каждая механика, которая была, она родилась исходя из какого-то принципа. То есть мы долго смотрели на какую-то концепцию, типа, и находили, как подправить мир, исходя из концепции. А текущим моментом, вот мы вроде как придумали все, что можно было сделать в этих трех принципах, и мы их столкнули с небольшим изменением под названием непрерывно стоимость заставки, и сейчас на этом этапе находимся. Ну, и там давайте сформулируем вывод, что вот как здорово, что у нас есть формулированные принципы, мы аж три с половиной года жили только по ним, по трем предложениям, которые я показал на одном слайде, и оказывается, это достаточно для такого крупного проекта, как ценообразование в Яндекс.Иде, который тоже является достаточно крупным бизнесом. Спасибо. У меня все. Ваши вопросы. Спасибо. Так, у нас есть уже вопросы в зале. Давайте с них начнем. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос по тому, как вы выравниваете доставку, когда у вас же условно на аутсорте работают курьеры, и их нужно как-то выводить. Когда высокий спрос и нет курьеров, которые могут донести еду, вам нужно каким-то образом вывести их на работу, при этом не потеряв сильно в прибыли на чек. Смотри, поинт хороший. Мы сейчас говорили о клиентском ценообразовании, я специально вначале разделил, что вот есть какая-то часть ценообразования, которая связана с балансом в моменте, и она решает ровно эту задачу. Действительно у нас есть некоторая надбавка к стоимости доставки, если не хватает курьеров, которая целиком уходила к курьеру. Ну, в общем, у нас какой-то механизм реализован, просто это отдельный большой рассказ, а как он там устроен, и почему он работает ровно так, я боюсь, что я тебе быстро не отвечу сейчас. Я в плане того, что вы готовы идти на какой-то убыток, чтобы быстро, ну, мы не можем до бесконечности повышать стоимость доставки для клиента, потому что, в принципе, никто не будет заказывать, но при этом надо быстро вывести. Вы жертвуете какой-то частью прибыли. Есть другие механизмы, не только стоимость доставки, для того, чтобы держать качество. Опять же, это тема другого отдельного разговора, давай, может быть, отдельно мы обговорим, что есть, в общем, ответ вбок. Добрый день. Такой вопрос. Вы используете в работе какие-то методы анализа причинности, causal inference, типа causal, forest, правомасте скроматчинг и так далее? Мы задавались такими же вопросами, как бы нам это использовать. Вроде как интересно, но по факту я не помню, чтобы мы хоть какой-то инсайт из этого нашли, придумали и применили. Вопрос из чата. Дим, как работали в совокупности два принципа? Допустим, клиент заказал очень много, но очень далеко. Мы до этого, в 2019 году, собственно, тогда придумывали, что, например, обнуление стоимости доставки от какого-то человека, оно, безусловно, по расстоянию. Ну, то есть, надо просто было придумать такую величину, от которой нам нормально было бы обнулять эту стоимость доставки. В 2019 году сильного конфликта не возникало. Всегда, например, там очень условно, типа от 2000 рублей в Москве, типа обнулялась стоимость доставки. Сейчас непрерывная стоимость доставки мы это все столкнем воедино, и там будет интересно, типа, наблюдаться, от какой стоимости доставки, от какого чека будет бесплатная стоимость доставки, там это будет точнее учитываться. Спасибо. Давайте следующий вопрос из зала. Спасибо. Насколько реализуема идея о за один заказ получать из двух разных ресторанов, к примеру. То есть, к примеру, я хочу бургеры и роллы, и в одном бургере готовят ресторане, а во втором уже роллы. Вопрос немножко не про клиентский прайсинг, но эта идея называется мультизаказ, собственно. Есть мультидоставка, наверняка вы сталкиваетесь, когда курьер два заказа несет. А есть мультизаказ, когда один клиент заказывает из двух разных мест. Она достаточно сложная операционная, чтобы один курьер именно сделал. Поэтому она реализуема, но пока она не в приоритете у нас, и мы пока не прорабатываем это. Я насущен. Давайте вопрос из чата. При изменении формулы ценообразования изменились ли представления об LTV и способы его расчета и анализа? Нет, база не поменялась. Просто сама величина изменилась. В принципе, LTV – это же просто какая-то метрика, какая-то концепция. От того, что мы там что-то в Яндексе поменяли ценообразование, концепция LTV не поменялась, соответственно, и метрика не изменилась. Именно расчет метрики. Спасибо. Такой короткий вопрос. Мы, пользователи, животные, интересные, забавные, но довольно рациональные. Один вопрос – это насколько человек вообще с большим чеком более нескольких тысяч замечает стоимость доставки. Это, скажем так, один вопрос. Но другой момент. Если пользователи потребляют услугу регулярно, то есть заказывают еду постоянно, рано или поздно они начинают просто объединять заказы, чтобы не платить за доставку. Но еда – это такой уникальный продукт, когда вы можете достаточно точно оценить, сколько примерно пользователей по калорийности или как-то заказал, собственно, эту доставку. То есть вопрос такой. Учитываете ли вы объединение заказов при вашем анализе? Или это пока что-то такое? Ну, а ответ давайте вначале на первый вопрос. Замечают ли пользователи больших чеков, что у них там есть повседневность заставки. Но если не говорить прямо о числах, то есть полярная. Если кто-то действительно не замечает этой серии и так на 5-10 тысяч рублей заказал из какого-то ресторана и все равно, что там 100 рублей стоимость за доставки, есть пользователи, которые я, блин, на 10 тысяч заказал, и я еще стоимость за доставки должен заплатить. Короче, неоднозначный ответ, типа нет прям единственного верного. Второй вопрос, типа учитываем ли мы, на самом деле нет. Мне кажется, это явление недостаточно массовое. Конечно, можно представить офис, в котором мы вместе скидывались и так далее, но нет цели оштрафовать пользователей за такое поведение. Окей, закажите на большой заказ. Наоборот, здорово, что мы только одним курьером это доставим. Давайте дождемся микрофона все-таки. Вы выложили график с общей суммой чека, и тот пик на 500 рублях, это примерно психологический барьер, когда человек начинает заморачиваться, чтобы объединиться с кем-то, чтобы не платить за доставку. Это правда, поэтому на графике и на скрине было 500 рублей, как пример. Окей, вопрос из чата. Сотрудничаешь ли ты с другими командами в Яндексе, и насколько сильно отличается логика при доставке еды и товаров из маркетплейсов? Мы очень близко дружим с такси, потому что задачи, которые они решают, у них хоть и двухсторонний маркетплейс, но они начали значительно раньше нас, и мы очень любим переиспользовать технологии воедино, пытаясь применить, адаптировать какие-то их идеи под наше, стараясь идти по этому пути, нежели придумывать достаточно стильно. Но есть какие-то части, которые очень сильно расходятся, например, тот же клиентское ценообразование в такси и в еде, оно достаточно по-разному считается. И какой вопрос был? Дружим ли мы дружим? Да, общаешься или с другими командами помогают и как бы обмениваться опытом? Общаемся, да. Вот пример такси. Давайте вопросы зала. Да, у меня три коротких вопроса. Первый. Как вы боретесь за курьеров? Потому что, насколько я знаю, есть нехватка на рынке, и ваши курьеры, как я подразумеваю, должны ходить в форме, чтобы ассоциироваться с вами. Давай по очереди, пожалуйста. Потому что я не запомню, как обычно никто не запоминает. Давай первое. Это не очень тема доклада, я не очень готов отвечать. И вообще, что значит, у нас не хватает курьеров? На рынке Москвы, нет? Не знаю. Хорошо, это следующий вопрос. Как вы боретесь за сам рынок с конкурентами? И сразу в дополнение, статичен ли этот рынок, либо он меняется от года в год? Нет. Вот есть как раз таки аргумент, что рынок доставки, в принципе, очень быстро растет, и нет как таковой прямой борьбы. В общем, например, мы с точки зрения эффективности не делаем ничего специального для борьбы с конкурентами за рынок. Просто потому, что рынок растет, и нам и так достаточно того роста, типа глобально, который показывает в целом рынок. Наверное, такой ответ на оба вопроса. Давайте еще один вопрос с зала. Спасибо за доклад. Рассматривали ли вы какие-либо интеграции за постоянство заказов, чтобы пользователь все больше и больше заказывал? То есть, как, допустим, у одной из автозаправочных сетей. То есть, чем больше ты заказываешь, больше кэшбэка, больше каких-то моментов. Собственно, это могло бы интегрироваться с тем же Яндекс.Плюсом, что либо больше кэшбэк, либо дешевле доставка, либо еще какие-то моменты. С точки зрения доставки только отвечу стоимость доставки. Был отдельный слайд про пользователей. Он достаточно сухо закончился тем, что мы ввели бесплатную вставку на первый заказ. На срок, говоря, мы пытались в том числе это проэкспериментировать. Ну, в общем, посыл такой механики в экспериментах она бывает. В общем виде ее не приняли еще. То есть, она не прижилась? Ну, давай скажем, что вот ее в общем виде нет, а в экспериментах она есть. Понятно. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. Вот здесь, будьте добры. Давай, пока микрофон перейду, задаем вопрос в чате. Изменение ценообразования повлияло ли на НПС? НПС очень интересная штука. Она много от чего зависит. И прямо ответить на вопрос, что типа вот мы тут что-то поменяли, например, снизили цену на 10 рублей, и увидеть это в НПС, который включает достаточно много факторов, это сложная задача. И прямой честный ответ мы не знаем, но мы не видим. Хорошо. И вопрос из зала. Здравствуйте. Касаемо дружбы с Яндекс.Такси, в общем-то, вопрос. А почему не добавить возможность пользователям увеличить вручную стоимость доставки для экспресс-доставки? Это же сильно повлияет на количество пользователей, которым нужна еда вот сейчас. Имеется в виду, можно ли мне доплатить плюс 50 рублей, но привезете вы мне через 20 минут, через 30, а не через час. Это очень хорошая фича, интересная. И пока в экспериментах, не в пройде, давай вот так же отвечу и обтекаемо. В общем, идея хорошая. Каких-то блокеров ее реализации нет. Более детально сказать не хотел бы. Такой вопрос. Можно ли как-то тоже повлиять на то, каким транспортом курьер будет доставлять? Потому что, когда, например, пиццу несет человек пешком, она не доезжает нормально. Да, на самом деле, кейс, в котором ты хочешь поменять тип транспорта курьера, это исключительно, ты заказываешь, например, суп или пиццу, и не хочешь, чтобы велосипедист, например, ну, в общем, какие-то ограничения. Строго говоря, ответ такой. Нет, мы не хотим давать тебе возможность лично, как клиенту, изменять тип транспорта. Это вот у нас есть целый алгоритм, диспатч, который определяет, какой курьер повезет. Но пицца и супы должны доезжать свежие, типа целые. По дефолту все равно какой-то тип транспорта, какие условия, типа, мы там ставим на него. И это какое-то базовое качество сервиса, за которое отвечает большая часть команды логистики и, в общем, делает достаточно хороший прогресс в этом за последнее время. Так, у нас есть еще один вопрос. Спасибо большое за доклад. И я хотела уточнить, анализируете ли вы отдельно, как сегмент клиентов Яндекс.Лавки, чтобы они увеличили средний чек. Например, они делают заказы только через лавку, но при этом они могут через Яндекс.Еду дополнительно что-то еще заказать. Это на самом деле общий вопрос. По Яндекс.Еда тоже неоднородная. Там есть доставка из ресторанов нашими курьерами, есть доставка из курьерами ресторанов, есть там доставка, например, из магазинов. Есть Яндекс.Лавка, которая рядом. В теории на Яндекс.Маркете тоже продаются какие-то продукты. И в целом всегда, когда мы меняем что-то, интерес смотреть на интегральную метрику. Поэтому ответ прямой, что типа да, смотрим. Спасибо. И вопрос к тебе. Выбираем вопрос. Какой же вопрос тебе больше всего понравился? А кто хочет? Давайте так. А быстро доставят? И за сколько? И за сколько будет стоить доставка под волки? На самом деле ты предугадал. И вот вопрос за эту фичу, которая очень классная, нравится, вообще хорошо. За все быстро доставка. За быстро доставку. Хорошо. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руку еще раз. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.